друзья всем привет и вот мы на этом объекте и хочу сказать сразу спонсором этого видео являются такие замечательные люди которые скинули на карту денежку за что им большое спасибо и это вы скажем так поспособствовали тому что я синица приехал и вот сейчас я буду рассказывать что мы здесь будем делать вот во первых я хочу назвать эти имена которые перечислили на карточку деньги вот это евгений сергеевич е я не буду говорить такую сумму чтобы у некоторых пока не порвало вот второй denis николаевич забара это roof moto который игорь викторович т сергей андреевич еще один перевод без имени но кончается его номер на 02 32 следующий александр александрович михаил александрович и мурат александрович ребята спасибо вам большое за поддержку вот и благодаря вам сегодня мы вам будем рассказывать что откуда чего начинается и как почему почему мы к этому пришли вводные скажу что у нас в наличии так получилось что остался всего один рулон широкого металла когда вы заказываете на объект свой металл берите процентов 40 широкого металла чтобы у вас все время какие-то нестандартные изделия хватало металла у нас сейчас в данном случае мы когда начали размечать вот особенно этот правый край у нас немножко есть не ну не получается с симметрией картин ну в том смысле что было бы эстетика то есть можно накрыть же по-разному то есть любые не профессионалы они делают откуда пошли с угла пошли оказывать как пришло так пришло там зафальцевали на эстетику 0 внимание вообще вот мы же естественно не только думаем о качестве кровли но и думаем еще об эстетике вот поэтому сейчас я вам расскажу что у нас сейчас происходит на данный момент и что будет происходить дальше значит сейчас ребята сейчас юра и илья отрисовывают коньки где у нас будет края коньков где будет брус конька стоять вот здесь мы уже отрисовали я покажу просто вот если видно в нашем случае мы взяли от центра по 10 сантиметров по 100 миллиметров то есть наверху сложили посмотрели где центр поставили две ринеечки посмотрели где сходится до центр вот нарисовали от нее по 10 сантиметров по 100 миллиметров и сделали то же самое у карниза по 10 100 миллиметров каждую сторону натянули шнурку вот с обеих сторон и вот у нас нет отбивки ну как она просто если отбивка делаешь а потом по всему скатута краска стекает и это не симпатично смотрится вот сделали отрисовали конек и с этой же стороны для чего это делается то есть у нас потом допустим эта картина да мы видим допустим вот она приходит вот так вот мы видим сколько нам нужно длины картины и мы видим потом по которой линии у нас металл должен заложиться и подняться я надеюсь я сюда еще приеду если эта акция продолжится с картами то я буду приезжать и показывать сам процесс этой работы вот у нас я хочу сказать вот на этом сказать сейчас не бьется что мы это потом в конце ролика к нему вернемся вот пока вот мы сделали если видно линию центра ската то есть мы скат разделили пополам и выделили центр этого ската после этого нам важно как пойдут картины то есть мы замерили если мы положим ребро картины 1 стартовый и уходим в сторону то как у нас приходит там коньку какой элемент последний маленький большой вот это смотрим и также другую сторону но здесь важно что именно вот на этой стороне это эстетика как будет подходить к трубе у нас то есть у нас пока сейчас если видите очень много очень много всяких вот линии меток да как у нас все приходит то есть у нас получается на данный момент что если мы сюда делаем так что один фальц приходит по центру на бюндерфальц и здесь уходит нас раскосы и фальцы соединение с боковыми элементами да то если мы продолжаем стандартными картинами идти к этой трубе то у нас приходят так что последний фальц у картины он приходит не в центр вот сюда а приходит вот сюда нам не хватает 14 сантиметров чтобы вогнать его догнать его до отсюда вот и у нас такая мысль была что надо широкий металл то есть уширять вот эти картины 2 делать шире чтобы этот промежуток у нас уменьшить если стороны тоже сделать то же самое чтобы отсюда получается нам согнать немного расстояние эти 14 сантиметров вот сюда чтобы здесь более-менее было тоже симметрия для чего это делается чтобы чтобы с каждой стороны трубы с каждой стороны и с этой стороны трубы и с этой стороны трубы примыкания были одинаковы одинакового расстояния понимаете вот то если мы как я говорил ранее идем отсюда здесь делаем симметрию подходим симметрию идем сюда идем идем то у нас приходит вот так вот займите видите где метка стоит где труба если у нас вон там 34 сантиметра то у нас тут получается 50 это расстояние а с этой стороны всего 20 то есть у нас симметрия пропадает у нас из страны получается что элемент будет широкий здоровый а с этой стороны маленький если будем смотреть с улицы оттуда то но скажем так для человека который крышу вас особо то и не разбирается не смотрит он на это внимание то не обратить вот особо ну крыши и крыши да кто же часто смотрите на крыши которые вас окружают наверное вот как они лежат как какая у них симметрия идет в них симметрия вот но мы мы же фальцмастер но мы так не можем у нас должно вела всем быть максимальной симметрии вот поэтому сейчас что делаем у нас есть всего у нас есть всего один рулон широкого металла всего один рулон это 20 метров вот нам надо сейчас понять хватает ли нам этого рулона чтобы вот это вот всю разбивку возле этих труб сделать картины чуть шире то есть там одна каждую картину получается добавить где-то по три сантиметра то есть обычная картина она 55 сантиметров вот то эти будут по 58 58 с половиной сантиметров эти картины визуально с остальными другими картинами это будет незаметно вот и сейчас мы все делаем данное время мы рисуем наши коньки у нас сегодня целый день дождь все время два часа вот вот только он кончится это дождь мы вылезем то дождь то снег то град и мы туда сюда туда сюда бегаем прыгаем вот сейчас пока закончился решил выйти уже взял камеру хотя бы начать объяснять что мы сейчас сделаем а вот сейчас вот юра нарисовали вот этот конек где будет вент конек вот этот вент конек нарисовали и нашли середину скота кстати кто не знает как искать середину скота и расскажешь двух словах так а кто не заучился до 6 класса 3 4 5 3 4 5 то есть отмеряете в одну сторону 3 метра вверх отмерять и 4 метра и диагонали у вас должна быть от точки до должно быть 5 метров вот так эти точки находится середина прямой угол прямой угол вот ну кто учился больше шести классов должен это знать вот юра молодец объясню сейчас я ребята что мы сейчас объясню быстро будем делать сейчас мы разрисуем где у нас будет ендовы вот разрисуем здесь как картину нас подходит на этом скате здесь нарисуем то же самое найдем середину посмотрим как вас приходят картины к тем краям здесь проще всего здесь нет ни труп ни окон нарисуем здесь как у нас все проходит тоже вот там нарисуем тоже все вот и потом уже мы поймем хватает ли нам того широкого металла если у нас хватает то мы здесь вполне спокойно выходим если нет начинаем думать какого-то другое решение вот но пока давайте я камеру выключу когда мы здесь уже все разрисуем я пойду и вам все проясню то есть здесь мы нарисуем посмотрите опять дождь пошел и вот так вот заходишь 15 минут дождь спускаешься на полчаса пока я дочь опять поднимаешься и вот так вот целый день вот но я думаю мы сегодня доделаем это это даже не дождь это уже опять град пошел вот и в конце ролика вы все увидите так вот мы с нашей крыши разобрались полностью полностью поняли где будут у нас лежать какие картины какой ширины и сейчас мы вам все это расскажем покажем пойдемте возьмем начнем отсюда у нас здесь в этом месте вентилируемый конек вот здесь у нас не вентилируемые коньки будут но мы их все равно уже прорисовали где у вас будут где у нас будет находиться вот здесь у нас получается вот эти две линии здесь середина будет это ендово от ендово в эту сторону конька у нас раз картина два картины идут с этой стороны получается что вас картины идут вот так вот они подходят с этой стороны вот здесь у нас вот линии они очень для нас важны потому что они уже получаются у нас на 3 сантиметра чтобы здесь в этой месте свести конек вот этот вот скат получается конька конька ската когда он подойдет и чтобы шов у нас был ровно посередине вот и чтобы эти края у нас тоже вышли симметрично этого конька ну соответственно здесь та же самая история ендово здесь картина здесь картина картина спойту из вот так вот вот здесь пойдут вот так вот все далее к сложному скату потом пойдем здесь у нас тоже сложность когда здесь здесь ничего сложного нету то обычный треугольник у нас вот вот у нас линия мы прорисовали ее это у нас стартовая картина пойдет от нее уходим и влево и вправо уходим все здесь ничего сложного нету здесь тоже у нас везде обратите внимание везде у нас уже коньки все отрисованы чтобы было понятно вот этот треугольник тоже простой тоже прорисовали центр ската но здесь у нас картина получается пойдет не швом по себе и а по центру чтобы в края у нас вышли одинаковые детали и правильной формы чтобы не было больших лопухов все здесь тоже понятно здесь у нас ендово вот у нас линия конька и маленькая картинка получается будет возле ендовы вот и мы подходим к тем скатом где у нас получается есть труба и есть окно и юр давай наверно отсюда снимай у нас получается что что у нас здесь линия фальца будет после переходить по середине трубы вот и от нее вот они картины по бокам 1 1 косыми фальцами будут соединяться с боковинами примыкание трубе вот сзади обычный задник прямой вот и треугольник дальше от него обычная картина обычная картина пошла обычная картина здесь у нас идет все равно в размер у вас все подходит здесь мы тоже уже все посчитали все у нас складывается у нас все абсолютно симметрично теперь самому интересному скату идем этот скат у нас получается самый видный потому что там улица везде 100 улица будут смотреть на эту крышу будут люди видеть все и поэтому здесь нам лично была важна симметричность подхода к этим трубам что у нас вышла в итоге что от вот этой линии вот до этой линии пока не надо было все линии разделить на равное количество во первых картин и одинаковое количество ширины и и то есть у нас стандартная получается ширина картины 55 с половиной сантиметров здесь же у нас чтобы не получилось как я говорил что здесь с одной стороны допустим 40 сантиметров примыкания с другой стороны 20 сантиметров и и получается что нету симметрии возле труб а то есть разной ширины примыкания поэтому мы решили что сюда мы картины путется 1 2 3 4 5 6 картин сделаем по 59 сантиметров вот чтобы выйти в эту симметрию мы могли этого вообще ничего не делать то есть пойти от центра и пойти ну в края то есть как пришло были запустим пришел бы не в центр фальц пришел бы куда-нибудь сюда примыкание здесь большое здесь маленькая здесь идем здесь тоже самое анархия получается у нас тоже с одной стороны 50 сантиметров с другой стороны 15 сантиметров вот никто бы из прохожих из людей они бы этого все не поняли бы то есть но крыша и крыша а для нас это важно не только сделать качественную кровлю но чтобы она была симметрична чтобы люди смотрели ее оттуда смотрели красивая замечательная крыша сделана профессионалами для нас это очень важно вот поэтому мы сегодня целый день и в дождь и снег и в град считали всю крышу как подойдет сколько у нас металл сколько у нас широкого металла соку узкого металла где какой пойдет плюс конек где вентилируем где невентилируемый и все это вот заняло сегодня целый день сейчас пятый час вечера вот мы здесь 9 утра и еще я хочу сказать ребят лучше потратить один день вот на все эти расчеты все эти рисовалки по основанию чтобы вы когда еще очень работать у вас было понимание где куда какая картина идет вы уже весь скат знаете полностью если же вы как многие профессионалы допустим пошли взяли отошли в бок допустим поставили с угла картину и пошли стандартными картинами как подойдет еще подойдет и вот так каждый скат у вас я уверяю получится такой фарш на крыше вот особенно это очень важно когда идет дело о том когда вы заказываете допустим где-то на производстве уже готовые картины вот во первых минус том что вы готовые картины это что же я сказал что у вас получается полный фарш по обходам труп получается разновидность плюс когда вы заказываете на производстве картины у вас представляете да вот у нас картины получается угол угол среза до будет если ее продолжить она будет сантиметров на 60 больше то есть такие случаи когда вы заказываете себе готовые картины вот эти вот 60 сантиметров уголка вы будете кровищики будут отрезать и выкидывать две картины 60 на 60 это один квадрат представляете сколько здесь углов сколько здесь ендов с этой крыши если бы вы заказывали на такой крыше готовые картины а производители они с удовольствием вам посчитают и продадут именно так вы выкинете примерно 70 80 квадратов просто никуда просто в утиль поэтому очень важно чтобы бригада кровельщиков было со своим оборудованием со своими станками своими гибочниками своим ручным инструментом это очень все важно для профессиональные бригады вот ну вроде вроде я все рассказал основное по поводу того как все раскладывается картины как начинается первый день на кровле не не первый день а тот день когда вы уже закончили за сочную систему нашем случае это подвесная система галика что хочу сказать по поводу подвесной системы в принципе в принципе я думаю что юра не даст соврать что примерно то же самое что и у aqua system правильно примерно 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 плюс минус одинаково вот по ценам сказать не могу по моему галика дороже по ценам вот есть интересные места есть интересные у них элементы на какого на наружном углу на внутреннем углу интересно полукруглый элемент это да это и они вставляет статья лучше чем у aqua system вот но опять же мы здесь хочу сказать что если по стандарту идет по инструкции что у aqua system что у галлики да что расстояние между крюками идет от 60 до 900 по моему от 600 900 миллиметров вот мы же в нашем случае крюки ставим через 42 через 420 миллиметров вот мы как бы получается желоб усиливаем потому что мы живем в серии в северном регионе и у нас здесь бывает сугробы все-таки бывают вот поэтому чтобы жила был посильнее мы ставим крюки чаще вот есть кстати здесь не зря это выход на кровлю люк вот чтобы можно было вылезти на крышу и обслуживать крышу это тоже очень важно многие заказчики этим пренебрегают обслуживанием крыши вот но очень зря желательно чтобы было либо вот окно мансардная выход на крышу либо это можно было подняться с откуда-то снизу с балкона вот и если вы хотя бы один раз в год будьте залазить на крышу и обслуживать ее то я вам говорю что если сделано профессионально и качественно кровля хорошими специалистами это как минимум лет и 50 а то и на 100 вот ну вот как то вот так вот все вроде все рассказал юрий еще добавить погода улучшается вот и вот с утром она бы была вообще бы в тему да опять же хочу сказать всем тем кто скинулся на карту большое спасибо я наверно все таки буду оставлять номер в описании то хочет просто поддержать канал вот они за слышно этого было нет чудака который перфоратором долбил сюда конечно же я еще приеду вот здесь будут интересные сопряжение вот это сопряжение будет на двойной фальц я вроде как говорил что можно рейку сделал но юра хочет это все сделать на двойную подводку двойной фальц у меня есть конечно ролик уже про подводку двойной фальц но люди еще спрашивали про ослабление еще раз конкретно показать вот и у нас еще есть появилась новая оправка от ппк надо показать ее в работе и возможно когда юрий к этому месту подойдет я сюда тоже приеду и мы это все снимем но вот этот скат будет в последнюю очередь потому что отсюда выходим на крышу и видите здесь уже есть затертость вот и чтобы когда сниматься начнем отсюда стелить получается то мы просто все железо которое здесь будет лежать мы его просто все затрем поэтому этот скат будет последним но у нас есть двойная подводка вот на этом скате с двух сторон то есть у нас эти картины которые сюда идут вот у нас линия подводки яндовы и вот у нас линия подводки яндовы это будет на двойной фальц и вот когда юрий к этим местам подойдет позвонит скажет все приезжай я приеду и мы покажем как на двойную подводку подсоединяется подробно прям как ослабляется фальц как надо правильно ослабить фальц вот как сделать постараемся более подробно объяснить вот ну и еще если вам что-то еще здесь а показалось еще остались вопросы по этим местам то вы пишите в комментариях и мы эти ваши вопросы учтем на следующий раз и уже их покажем на этой крыше где и что лучше вам показать как то вот так вот все да сейчас да сейчас я поеду в питер 200 километров юра скотчем еще вот пройдет все карнизы по карнизу и приклеить все карнизы на скотч где-то же уже готово да да вот вот покажи здесь вот юра со с нашим студентом с ильей вот проклеит везде по периметру мембрану к капельнику все и приложат доска досками чтобы ну ведь для бог поднимется ветер и чтобы мембрану не унесло вот как то вот так вот спасибо все что досмотрели вот хотел сегодня еще одного человека потроллить немножко вологодского он там тоже немножко этот кудри свои накручивает на меня но этот будет 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 интересно кстати завтра приезжает еще одна бригада кровищников помните володя у нас будет другой объект но это вы увидите скорее всего сегодня среда этот ролик выйдет завтра четверг вот но скорее всего какой-то небольшой ролик будет выходные про новый объект который находится под питером вот ну и жду я от юрия команду когда приезжать на двойной фальс другие то уже не интересно наверное да все готово все все отработано да как-то так всем пока всем спасибо всем здоровья всем удачи до свидания